Вечером, в среду, после обеда, сон для усталых, хмурых людей, мы приглашаем тех, кто и чай, в дикие джунгли и скачьем. Вечером, в среду, после обеда, сон для усталых, хмурых людей, мы приглашаем тех, кто и чай. Подключить наушники к монитору и слушать звук через наушники, а не через эти мини-колонки, которые я купил для плойки. Просто, понимаете, такой баланс надо найти, чтобы и я что-то слышал, и в запись это не попало. Гарнитура, слава богу, с каким-никаким шумоподавлением, но все равно. То есть я ни черта почти не слышу диалоги, а выстрелы, я слышу какие-то хлопки и постоянно пытаюсь крутить эту долбаную... ...это долбанный ползунок звука. Каким хреном-то возвращайся, подожди, а что тупик-то вон уже? Эх, сюда бы телок привезти, да, Сэм? Ёпта-бля, каких-нибудь штук десять разных всяких. Из вип-саун. Ух ты! Ха, нет, мне туда не надо. Я вижу, что вот там выступ какой-то есть. А, я понял, надо на ту сторону свалиться. К этому же дереву привязаться и на ту сторону слезть. Такие места, такие пейзажи. Интересно, это возле какой страны такая флора и фауна? Где мне теперь надо мечтать купить себе бонгало? Я так понимаю, Голландия отваливается, да, по сравнению с этим... ...с этим видом. Куда ты, ёпт твою мать? Ну что ты тупой, что ли? Ну видно же, блядь, куда лететь надо, сука, глаза на жопе, идиот. Ну где вот эта вот доводка-то автоматическая, когда он сам прыгает куда надо? Она вот то работает, такое ощущение, то, блядь, просто хер забивает. Естественно, никаких страховок у них нет. У них есть вот шланг, за который они держатся своими обезьянными руками. Ну как шланг? Верёвка и всё. Ну вот, давай, вот. Молодец, блядь, со второго раза дошло. Ну супер, сейчас приду. Всё-таки, по-моему, я не знаю, может быть опять в очередной раз из-за монитора, хотя монитор я обновил не так давно, да, это уже не мой Бенки, у которому 10 лет скоро исполнится, это уже что-то более новое, хоть и по-прежнему китайское, но... Блядь, трава, она какая-то бледная. Вот вообще все игры с PlayStation смотрятся какими-то бледными. Вот нету таких насыщенных ярких цветов, как там, например, не знаю, вот Ори включаешь, и Ори прям вот яркий. А если включить Ори на PlayStation, я уверен, что он сразу станет бледный. Говорят, что на телевизорах не так, но я не знаю, может из-за матрицы телевизоров, может из-за того, что... Да вообще, не знаю. Попробовал бы, да лень, в соседнюю комнату плойку тащить. Не сюда. Туда не ходи, сюда ходи. Что началось? О, вон, 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 давай, давай, сука! Какой ты, бля, какой ты мудак! Какой же ты мудак! О, я сразу в зеленый слоник почему-то вспоминаю. Надо было, знаете, выпустить шкурку Пахома, блядь, для Нейтана Дрейка, чтобы он постоянно братишке своему покушать предлагал. А во всем остальном роль он и так полностью отыгрывает. О, прикиньте, какая была бы игра, если бы сейчас чётенькая озвучка, и чтобы вот это были не Сэм и Нейтан, да, Пахом, блядь. И епифанцев. Охренеть, как он, блядь, достал. Маникюром, наверное, зацепился. Можно было, кстати, и за нижнюю ступеньку, походу, цепануться, но и так пойдёт. Но это уже Форт Боярд какой-то натуральный. О, тут вообще уже какие-то, я не знаю. Улитка на скале окаменела, за неё цепляется Нейтан Дрейк. Скалолаз номер один. Отлично. Мы на правильном пути. Мы на правильном пути. Так нам в башню надо или? Как никто этого не нашёл? Я всю игру спрашиваю, задаю себе этот вопрос, себе и зрителю, как никто это всё не нашёл, блядь. Там даже подсказки не нужны, всё на виду. Это вам не Аркаим этот наш откапывать из-под земли, блин, 30 метров? О, ну это вообще шапка Мономаха какая-то. А, я понял, Иван Царевич тут был. Это чисто... Чисто Russian шлем, по-моему. Так, давай посмотрим, что на втором этаже этой замечательной постройки непонятного назначения. То ли это маяк, то ли это башня какая-то оборонительная. Если оборонительная, что тут тогда оборонять? Ты думал о том, что мы так будем отжигать? Нет, не думал. Отжигать. Вам по 40 лет, скоро вы всё скачете, как мальчики. Ничего себе, отжиг. За что это там цепляться можно? Перелёт? Нет. Это снайперский прыжок, прям на краешек. А, ну всё, там понятно, вон уже тут секретный город инков. Уи, давай кататься по говну, как в детстве. Кто грязней, тот победил. Главный приз мамкины пиздюлины. А, ну да, вы же, блядь, из приюта. Чё ни хрена себе, вы, блядь, всю игру исполняете такие трюки. Здорово! Всё в порядке? А, вот и жажда слезы. Вот, вот здесь освещение, наконец-то, хорошее. Наконец-то, вот, ярко, яркие, сочные, зелёные тона. А, может, у меня на мониторе просто стоит... Нет, у меня тёплые, тёплые цвета стоят. Тут припасы. Инструменты, семена. Провизия с давно истекшим сроком. Ооо, вот это классно. Графон завезли. Люблю такие виды, сочные. И в ларке они неплохо смотрелись, и здесь они неплохо смотрятся. Ну, тут предлагают, видимо, поднырнуть. Плохо, что вот... А, вон, туда подплыть. Плохо, что нету карты посмотреть, вот. Посетить сразу тупиковые места, чтобы... Ну, правда, а чё там у них? Ну, найдёшь ты это бесполезное сокровище. О, дисмосты ли это. Так. Нажимная пластина. Это весь комментарий, что ли? Звонок другу. Слышишь, подскажи. Тут, короче, это череп, кость, все дела. Ты уверен? Да. Мой ответ. Ответ принят. И это неправильный ответ. Правильный ответ. Сэк, смотри. Может, они задумали построить тематический парк? Пиратский остров. Пиратский остров. Сэм, смотри. Макет. Это городская улица. И они всё это построили? От них не знаешь, чего жрать. Я, бля, сам в шоке. Сейчас окажется, что пираты, короче, это хорошие, благородные пацаны, которые хотели свою пиратскую республику построить. Прекрасная работа. Да ладно, такие в девяностых в киндер-сюрпризе попадались. Ну, поменьше. Просто им жалко было большое шоколадное яйцо лепить, чтобы такую статую туда целиком впихнуть. Они все выцвели. Да за 300 лет от них вообще ничего остаться не должно было, блядь. Выцвели. Нашел на что пожаловаться. Я в шоке вообще. Сэм, смотри. Тут знаки пиратских капитанов. Все собрались вокруг авери. А вот те руки с костями, это... А, ну да, мы видели такие. Слушайте, ну, если так посмотреть, то самый четкий флаг был у Эвери все-таки. Череп, кости, классика. У всех остальных, вот особенно вот эти рыбы, которые друг друга за жопу кусают, блядь, весы какие-то, трезубцы. Что-то какие-то так себе пиратские эмблемки. Все-таки тут можно откуда-нибудь нырнуть? Тут что-нибудь интересное есть? Нет. Давненько я не играл в игры, где бы под водой жили какие-нибудь монстры, знаете, крутые. Но я уже давно извлекаю... Изливаю свою тоску по играм с динозаврами, с классными. Там, не вот это вот то, что, блядь, вышло. Постная херня, блядь. ММОшка, где все по острову бегают. Там, можно друг друга убивать, можно нет, крафт какой-то. Это все херня. Нормальную игру на прохождение, блядь, приключенческую, сука, с динозаврами, с крутыми. Ну, че? В современной графике это будет смотреться просто бомба. Это будет игра года автоматом. Просто все, что надо. Нормальный движок, нормального художника, динозавры. Все. Ну, я думал, что сюда надо что-то прикатить и поставить, но, видимо, нет. Конечно, мы же с тобой бодибилдеры. Не, мы пауэрлифтеры. Чемпионы по поднятию тяжести. Да, о сокровищах думай. Все олимпийские штангисты думают о сокровищах. Штурвал. Очередное испытание. Похоже на то. Я в шоке. Эти пираты люди самых разных талантов. И астрономы, и архитекторы, и физики, и, блядь, вообще. Тогда еще просто нельзя было пойти и работать деканом в университет, наверное, поэтому они шли в пираты. Вода тормозит, смотрите. Смотрите, вода зависает под ногами. Она вылетает, на секунду замирает, потом падает. Жесть. Ну, давай посмотрим. Да, давай сразу трогать все. И каким приводом, интересно, это приводится в движение? Тут гидроусилитель или что? Ничего. Символы на сферах не совпадают с тем, что на свете. А я могу только влево-вправо крутить. Я больше ничего не могу делать. Здесь где-то еще рычаги какие-то есть, что ли? А-а-а. Они вращают символы. Это поможет. Пипец. Вот это технологии. Вот это хай-тек. Ну. End. Ну, все же совпало, насколько я вижу, правильно? Все, ничего больше не работает. Что еще-то? Что еще они хотят, чтобы я сделал? Давай закончим начатое, а? Да, каким хуем? Я, блядь, уже подсостыковал, как бы, и шарик, и свет. Я же не могу. Надо покрутить только то, что слева, правильно? То есть, где-то еще рычаг, наверное, здесь нет. Здесь что? Блядь. Фонарик. Вот проблема игр с автоматическим фонариком это в том, что главный герой включает фонарик там, где ему надо, а не игроку. Окей, давай, короче, будем дрочить дальше. Что тут надо делать? Ничего, не крутится, ничего. Опять закрутилось. Подожди. Здесь крутится только то, на что свет не падает. Или что, блядь? Надо сделать так, чтобы разжалась, короче, правая сторона. Так, тут мы сейчас накрутим вот эту букву. А здесь надо половина черная, половина белая, получается. я не понимаю, почему она ее не разжимает-то. А-а-а. Понятно. Блядь, вот хитрожопая хрень, а. Вот так, чтобы это напоминало жопу, жопу человека с пересаженной ягодицей, одна белая, одна черная Вообще ништяк Блять, любили пираты с размахом, смотри-ка все делать, а Один из солдат на ганке Саваев И как он оказался у Эвери? Говорят, его везли на казнь, но он освободился во время битвы и взорвал корабельное собралище пороха И Эвери взял его из благодарности Именно А что другой? Он был никем, а стал прославленным войн Блять, а как? Чтобы только одна повернулась Наискосок надо Спасибо за подсказку, я же не могу сам, блять, сопоставить рисунок Так, начинается Кто тут у нас? Посмотрим Джозеф Варрелл Уильям Мэйс Тарик Бин Малик И... Кристофер Кондот 8 из 12 Черная борода Так Смотри, символы на кольце постоянно вращаются Ага Вот это жестко Бин Малик Похоже, мало Да, так и есть Что он забыл, как далеко от того? Да ладно Ну то же, что и мы Добыча из-за Блять Надо или слева было крутить, или справа А здесь что у нас? Так Надо засечь Насколько они отстают Когда будут на свете Да, легко Только вот проблема в том, что Они оба разжимаются одновременно Это отстойно Вот так Пожалуйста, сука Ну, блять Ну, сука, перекрутил Так, значит, надо Не доходя до низа Получилось А, не докрутил Вовремя Сэм рот открыл Малаяс Ну и сейчас статуя Генриеври, наверное, вылезет Ричард Вонт А, нет Эдвард Ингланд И Томас Тьюн Сэм Смотри Похоже нам туда Погоди минуту Тут всего 11 пиратов Не хватает главного пирата Угу Это странно А я вообще не знаю Нахрен тут эти статуи Повылезали, если Ну, для пафоса Для пафоса Я говорю, вот Любили пираты, да С размахом-то оказывается Вон, что Каждому по статуе Под каждую статую механизм Чтобы вылезали Вот они Попробуем Бля, этот лифт так Dark Souls напоминает Почему-то мне Надо было размером Скало с Родоски Сдается мне Капитан Эвери Страдал Нарциссизмом Думаешь? Да Посмотрим, что он нам Приготовил Нарциссизмом Тут как бы Долго падать Ну да, остальные-то пираты Скромники Всего-то по статуе Каждому Ну До воды мы не долетаем, да? Можно, в принципе, нырнуть Воткнуться в Илистое дно По самые плечи По сравнению с другими приключениями Ах, вот оно Я тебе потом расскажу По сравнению с другими приключениями Тут шутера мало Потому что там Особенно первая часть Это вообще трындец Там только шутер и был Как будто в первый раз ты, блядь, зацепился А, вон он Ну чё, давай Это рыбкой-то Поднырнём Блядь, неинтересно С высоты в воду прыгать Вот вообще неинтересно Жаль Это как-никак Кусочек зрелищности И зря его забрали Так Остров с гигантской статуей Эвери справа Я так волнуюсь Что у меня прямо руки трясутся Да Понимаю тебя Ну или просто мне Покурить нужно Ну лес, буду надо А вот и погода Портиться Но игра началась С этого катера Да, что на море Был шторм и перестрелки Так, а где статуя-то? Походу я проплыл, да? Походу Но Я честно говоря Не вижу тут каких-то лазилок Может надо поближе подойти Или плыть до того Когда Сэм в очередной раз Даст подсказку Что мы на месте Ну просто я в начале этого уровня Здесь живем А, вот А, не, я тут был Находил тут сокровища А там дальше Вот эта мачта Утонувшего корабля Я там тоже был Блять, хуйня какая-то Ну так бывает Когда в играх В игры Жалко запилить карту Какую-нибудь мини Хотя бы Чтобы нормально Обозначить Куда тебе там надо Тем более Что у тебя, блять Не вертолет А катер ебливый Ты просто не видишь Где там эта статуя Вылезла Блять Чего нахуй Как туда пройти Ну давай плыть Пока ее, блять Пока она просто В поле зрения Не появится Будем кружить Значит вокруг острова Потому что Герой бегает Медленно, блять Бегает мне Не прикольно Кто-нибудь видит Тут статую Никто не видит Они сказали Статуя справа, блять Я уже Оплыл, по-моему Уже круг Пачета сделал Сейчас еще забуду Откуда мы выплыли Будет вообще Заебись Просто шедевр, блять Просто нахуй Шедевр Чего же этот, блять Найтан Дрейк Со своим ебаным блокнотиком Карпа в нем себе не рисует А? Он же любит рисовать Всякую херню Ну тут точно Некуда лезть Да, в этой части Конечно Всякие динамичные Сцены умело Разбавили Вот этим унынием Где ты, блять Плаваешь Или на машине Ездишь Что-то ищешь Два часа В основном Ничего не происходит В это время Тут мы тоже были Ну заебись Пойдем Значит тут можно Вылезти Посмотреть Где эта статуя Ебаная Куда дальше плыть Потому что я вообще Нихуя не понимаю Какого хуя Ты там делал Стесняюсь Я спросить На полдороги К тому месту Куда я Собирался Залезть Мне написали Что Блять Подойдите к статуе И посмотрите В ее подзорную трубу Блять А в чем была проблема Сразу поставить Маркер Где эта ебаная статуя Ну серьезно Ее ходить искать Тут ну Вообще не интересно Блять А смотреть Как кто-то другой Ищет Дважды не интересно Понять Блять Когда тебе Издалека Показали Где она там стоит Тоже невозможно А вот и он А вот и он Да Действительно А вот и он Да уж Гигант Управляйте к статуе Посмотрите У него подзорная труба Но он в нее не сможет Может нам посмотреть Ну да В каменную В каменную трубу Она наверняка Что-нибудь там Увеличивает Сфокусирована На что-то Посмотрим Через ее Каменные стекла Ну блять Ну Сейчас Надо сделать Пару набросков А то что А то что там Эти фотографии На телефон Кто в них поверит Скажет Фотошоп А вот рисунки Блять Карандашом Из бумажки Это да Неопровержимое Доказать Блять Ты можешь уйти Нахер в сторону Я тебя застрелю Сейчас блять Я клянусь Я сокровища хочу Эй Сэм Давай Давай Полай блять Пусть он меня Хоть раз подсадит Во Во Вот наш Нига Молодец Брательник Понял что Блять Расстояние от него До пули между лопаток Короче чем из пизденки Власок Давай посмотрим Что там есть Ёпта Опять остров Ну Большой остров В форме черепа Просто остров Да да Это какой нахуй Остров Просто куча скал В форме залупа Либерталия Знаешь меня поражает Твой оптимизм Оптимизм Кроме нас тут Никого нет Но почему бы Не разрешить себе Хоть немного порадоваться Порадуюсь Когда откупим тебя Только Сара Доставай пивасик Как говно вопрос Ладно Что Как тут радоваться Не дунуть Не бухнуть Эти твои ладно Всегда означают Не ладно А совсем наоборот О Мы тут одни Сказал Это наш рейф А кто же еще Сказал как накаркал Блять Черт Таким людям Надо сука Рот гвоздями зашивать Не знаю С цеплером Блять Губы к зубам Прибивать Сука Они догоняют Да И это самое начало игры Наконец-то мы к нему приблизились Ну Это мы что Такой авианосец Потопили что ли А Он не такой большой Как им кажется Ну мы видим Что у Нейтана Дрейка Блять Гель для волос Тафт 23 погоды Это первый лак для волос Блять С которым можно плавать Нахрен Вообще Прически пофигу Челка будет стоять Как Мне надо уходить Пипирка у 15-летнего По утрам То есть Стабильный Всегда Сэм Слышишь меня Может Дальше По берегу Как все плохо Слушайте А предплечье у него Как у Папая Моряка Посмотрите Какие здоровые У него бицепс По-моему Не такой здоровый Как предплечье Там что-то дымится Впереди Что Вот только что Здесь шел дым От чего Это дым был Сэм Сэм Слышишь Ну наверное А Сейчас То есть Он Вообще Не пловец Да А вот Ну я не знаю Тут такая высота А там вроде Можно Оплыть Просто-напросто Почему эти Блин Типа Он не может Плыть Он заебался Да По карнизу Лазить Так он нормально Свежачок Слава богу Ящик с припасами Жрать охота Хочется Ну да Конечно Пусто Все смыло Да Прям через закрытую крышку Выбало Все Может Сэм забрал Пиво Сухарики Все Все пропало И что Тут Неплохо Дождик Смотрится Единственное Что Вот Нету Ударов Капель По камням В большинстве Мест Да Вот Только Когда ветер Дует Тогда Вот Показывают Зато Мне Нечего Терять То есть Ну Дождь Может Ничего Но В Бэтмене Он все Рано Намного Круче Разговариваю Сам С собой Первый Признак Самошедствия Поэтому Там И залочка 30 Фуэс И лагов Полная Коры Зато Дождь Номбо Черт Надо Вперед Только Вперед Интересно Купить Нвиди GTX 1080 Да Самую Современную Крутую Видеокарту Посмотреть Насколько Будет Лагать Бэтмен Уже На ней Лагать Он будет Походу Еще лет 20 Да Ты Заебал Инвалид То есть То что Все Мокрое Это Не важно Руки Не скользят Он Он Лезет По Таким Выступам Блять Которые Меньше Чем Меньше Чем Не знаю Чем Сиськи Первоклассницы Блять А он Как-то За них Цепляется А Прыжок Отобрали Отобрали Понятно Чем Блять То есть Прыгать Он не Может Может Уголазить Просто Надо Двигаться Причем Он Не ранен Он Не ранен Он Просто Типа Устал И Вот Теперь Паркур Стал Куда Более Реалистичен Ну Это Даже Не Паркур Это Лазильнее Какое Стало На то Что Не Игра Так Блять Персонаж Просто Бог Паркура Не Ну Вот Вообще Против Водопада Лезть Это Уже Конечно Ближе К Порнографии Отлично Давай Еще Раз Это Ведь Так Здорово Лазить По Одному Тому же Месту А Да Здравствует Реализм Он Все Таки Наебнулся И Помер Отличный Конец Серии Uncharted Я считаю Что Все Франшизы Должны А Нет Тьфу Ты Блять Ты Не Сдох Еще А Волосы Опять Как будто Феном Сушили Вот Ледним Персонажа Перерисовать В центре Игры На Мокрого И Подранного Просто Лень Конечно Зачем В игре Это За 4 Рубля Не Такие Деньги Да Чтоб Стараться С Ай Сиг Парвис Магна Сэм Он 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 Подает Ему Сигналы Азбука Морзе Типа Что Бандиты Когда Увидят Они Не поймут Что он Им Мигает Не поймут И только Поэтому Они не Пойдут И не Расстреляют Его Что там Так А А вот Здесь Нет Отцепись Ну Ка Нах Давай Ка Здесь Посмотрим То есть Несколько Дорог Да Правильные Все Правильные Получается Хочешь Так Иди Хочешь Так Иди Просто На веревке Это будет Намного Быстрее Нежели Нежели Ногтями Скрипсти Камни В очередной Раз Поднимаемся Они Просто Позаботились О Варианте Для Атмосферных Летсплейщиков Которые Предпочитают Подольше Подольше Проходить Каждую Игру Тут Тут Высоко Высоко Падать Что Сразу Падать Посмотри Вид Какой Красивый Нет Да Там Наверное Сейчас Нейтан Дрейк Своим Очком Мог бы Блять Грецкий Орех Расколоть Такая Высота В натуре Остатки Вражеского Флота Рейф Черт Осторожно Сэм Ну если ты пистолет Не потерял То не страшно Ты один человек Двадцать Убиваешь В среднем За одну Перестрелку Так что Изогнулся Извернулся Изъебнулся И спрыгнул Этажа Примерно С третьего Фонарик Пожалуйста А вот Нормально Все видно Там даже По-моему Сокровище Какое-то На тебе Сувенирчик Деревянная Чарка Которая Не раскисла От времени Причем Лежит Под дождем А в музей Придешь И там Экспонаты Трогать Не дают Говорят Вот нахуй Ботик Петра Первого А нехуй Его трогать Он уже Старенький Он 300 лет В музее Стоит А тут 300 лет Вон Все Под ударами Стихии Ничего По-моему Я круг Сделал Нет Привет О Подзорная Трубка Так это мы уже На том острове Который они В подзорную трубу Видели Бля Вот это офигенно Кстати Это мне фильм Санктум Напоминает Фильм Санктум Однозначно Стоит Посмотреть Если вы его Не видели И любите Всякую Муру Про приключения Ну там Приключений Ну там Выживание Там Нету Каких-то Вот этих Неожиданных Находок О Опять Чей-то Знавничок Уже Какой По счету Пират В такой Позе Помер Так Так Он Оставил Карту 808 Год Сегодня Когда мы Готовились Покинуть Пещеры Я говорил С Бернсом Наши Запасы Таяли Нас Становилось Все меньше Я Потребовал Чтобы мы Отправились Обратно И вернулись Сюда Вновь Взяв Больше Людей Припасов Бернс Рассмеялся Мне В ответ Бес Рассмеялся Мне В ответ Рассмеялся И повторил Эту свою Песню Да Сокровей Еще Рукой Подать Сингарелла Сингарелла Я был Непреклонен Ведь Если мы Найдем Тайник Эвери У нас Остался Лишь Один Корабль На котором Нам Самим Едва Хватит Места Не говоря Уже Об Индийском Золоте Я Обратился В Старпому Хейзу За Поддержкой Однако Он Отпрянул От меня Будто Я Чумной Теперь Бернс Сам Подошел Ко мне И с улыбкой На лице Призвал Меня Подумать О благе Всей экспедиции В целом Потребовал Не устраивать Раскол В команде Угроза Была Очевидна Этих сумасшедших Я не намерен Здесь помирать Вот и все Что я могу Сказать Этому дураку Если Бернс Верит Что это Либерталия Если он Хочет идти До конца Пусть делает Это без меня С первыми лучами Солнца Я их покину Посмотрим Как они справятся Без Лоцмана Да Пока что Мы только видим Как Лоцман Справился без них Бедняги Удалось Лоцман Блин Ставь Лоцмана Если жалко Лоцмана Так А что тут Как тут вылезти Видимо О Еще один висит Смотри-ка А это кто Интересно Это наверное Этот Который сидел В вороньем гнезде И кричал Земля Земля В таких Сапогах В таких Сапогах Ну да То ли дело Твои Скалолазные Ботинки Профессиональные Да Тоже сейчас Подошву О Правильно А че А почему он Чего Штырь вырвал Мне это сейчас Нужнее Конечно Подранный Коррозией Да как на нем Вообще Можно Пиздец Работает Ну это как Томбрайдер С ледорубами Только он С гвоздем Которому Больше Двухсот лет Восемьсот Восьмого Года Письмо Да Ну да Больше Двуха Так Хорошо И что А О Вот Здесь надо Видеть Где Следующий Камень За который Можно Зацепиться И прыгать В ту сторону Офигенно Черт Обезьянку Расстреляли Я ничего Не вижу Черт Всем Отбой Ложная Тревога Но Смотрите В оба Пошли А Можно Было Их Не слушать А лезть Я думал Надо Подождать Пока Они Уйдут И спрыгнуть Так У него Автомат Который Походу Мне Нужен Сейчас Они Подойдут Посмотреть На труп Тут Я их А Я не могу Стрелять Из Автомата Я не могу Стрелять Из Автомата Пока Он Висит Зато Я могу Перепутать Кнопки И отпустить Сука Блять В этот раз Они Не услышали Давай За Спарту К ним Не обязательно Подкрадываться Можно Просто Подбегать О Еще Так Давай Тогда Сзади Обойдем Блять Вас тут Сколько Ребята Почему У меня Включился Пистолет Нихера Он партизан Я вообще Его не видел Просто Посмотрел Откуда Пули Летят Так Ну В этих Лопухах Они вроде Как Меня не Видят Вообще Полезли Полезли Ну Сука Начинается Он Че Крикнул В пизду Его Или Мне Послышалось Метко Стреляет От Метатель Бумерангов Опа Блять Так Водок Гренадер Просто Нихуя Не вижу Где он Пиздец Блять Ёбаные Ебенища Да как Так То Нахуй Ну Серьезно Блять Это Меня Нахуй Видно Не должно Быть Я не Врага Ёб твою Мать Сука Идиотство Блять Пиздец Нахуй Их тут Трое Было Как Они Нахуй Девять Стало Они Че Размножились Что Ладно В пизду Надо Просто Бежать Отсюда Нахуй Перестрелки Они Тут Ебанутые Какие Даже Блять На необитаемом Острове У врагов Блять Целая Армия Оказалась Спрей Абаскетов Да Есть Вот Он Пошел Нахуй Ну Цепляйся Ты За что Блять Ну Ёб твою Мать А Ебать Ну Походу Надо Всех Наверное Убивать Опять Да На своем Пути Как Же Блять Еще Как Делают Нахуй Нормальные Археологи Хуярят Всех Из Автомата Ебать Как Еще Что Нас Там Зря Блять В Кембридже Что-ли Стрелять Учат Да Или Где-то Там Учился Блять На него Бежит Чувак Нахуй Незнакомый У него Тревога Только Начинает От этого Просыпаться Блять Он сам Упал Типа Да Так Вошли Блять Вот это Прикол Блять Он на него Не напал Пока Тот Блять Шел По Бревну Ну правильно Человек Балансирует Меня Не жалит Да Подождем Пока У них Патроны Истякнут Лучший План Вижу Откуда Пули Летят Из травы Просто Из травы Я как Знаешь Как Блять Во Вьетнам Нахуй Попал Блять Где Хуй Во гора Партизанов Блять Под землей Все Потому Что Он Просто Не мог Подбежать Блять И столкнуть С бревна Этого Мудака Блять Который По бревну Шел Вот Блять Как Как же Странно Играть В игры Которые Вроде Про Стелс Блять Но При этом Нету Ни одного Бесшумного Оружия У тебя Кроме Блять Удара В рукопашную Это Блять Какой-то Кастрированный Стелс Серьезно Блять Вот он Ходит Я не могу Ничего Сделать Пока он Пиздец А он Еще ходит Так Профессионально Как Блять Искусственный Интеллект 15-летней Давности Какой-то Не знаю Вот куда Реалистичнее Было бы Если бы В натуре Как Лара Крофт Из лука В него Выстрелил Паркурят Тут Абсолютно Все Срет Он Блять О Еще Граната Так Мне До туда Не допрыгнуть Да Они Даже Не смотрят В мою Сторну Когда Я Рядом Вот Такой Тут Стелс Непонятный Тут Никого А у тебя Тут Тоже Никого Тут Ни У кого А у тебя А у меня Он тут Рядом Но я Блять От вас Молчу Хочу Его Сам Убить Да Вот Нет бы Ножи Металл Там Я не знаю Что-нибудь Крюк Свой Бросал На расстоянии Он Он С подозрением Отнесся К тому Что Один Из его Товарищей Упал Но Как Хочу Хочу С Давай Ты Красная Шапочка Ты Можешь Подойти Побыстрее Уже Ну Вот Эти Вот Звуки Они Типа Не Слышат Чувствительность Стикл Бавит Чуть Потому Что Она Очень Как То Да Броски Гранат У нас Блять С ними Примерно В равной Эффективности Бесполезно Блять Да На Сука Первый Шутер Где Поебал Удать Намного Эффективнее Чем Выстрелить Человека Блять Стреляешь Ему Похуй Подошел С приклада Въебал Все Нокаут Стой Стой Стою Походу На этой миссии Если стел Засрал Все Можно Блять Дальше Не пытаться Что-то Делать Смысла Никакого Почему-то Здесь Мертвый Человек Лежит С Кондором Блять Каким-то А это Дробовик Кондор Кто-то Встал Не стой Ноги Он Побежал Вон туда Иди Посмотри Что там Он Побежал Вон туда Иди Посмотри Что там Здорово Кастомная Пушка Хуй знает Где они Там Орут Есть Там Я Нет У меня Там Прорвались Ну Тут Что-то Как-то Чекпоинт И так Что С каждым Разом Все Легче Легче Врагов То ли Меньше Станово То ли Хуй Узнает В принципе Вот это Прям Годная Снайперская Позиция Может Убить Оставшихся Двоих Дармоедов Чтобы уж Совсем Зарплату Некому Было Платить Этому Рэфи Рэфу Рэфу Куда Мне Но это Уже Те самые Джунгли Из которых Главный Герой Выходит На Застав По-моему Нет Темные Какие-то О С пробитым Черепом Пират Всякому Кто найдет Это послание Знаете Что Джонатан Бернс Который Привел Нас сюда Убил Нас всех В погоне За сокровищами Эвери Он довел Команду До изнеможения Обещал Им славу А получили Они лишь Болезни И голод Он привязал Живого человека К мачте И оставил Умирать В мучениях А после Я видел Как он Обрек Нашего Лоцмана На верную Смерть За то что Он высказал Ему Свои Опасения Он заставил Меня Он застал Меня за Приготовлением К отплытию И начал Ругаться На что Я достал Пистолет И сообщил Ему Что Отправляюсь В Англию Где намерен Всем поведать О его Преступлениях Когда же Отвернулся Подлец Выстрелил Мне в спину И скрылся В джунглях Я стрелял В него Но не уверен Что попал Хотя бы раз Время мое На исходе Рука слабеет В отсутствие Надежды На земное Правосудие Я заклинаю Вас Помолитесь Господу Чтобы Бернс Заплатил За свое Предательство Подпись Уолтер Хейс Старпом Сафолка Сафолка 23 марта 808 года Жуткая история В команде Бернса Повезло С этим сокровищем Не больше Чем нам Угу Что ж такое Ну не Давай давай Че прыжок Сломался что Здесь бы Шкала выносливости Конечно не помешала В этой игре А то блять Он скачет Как обезьяна А потом Не может блять На камушек залезть Чуть тебя не пристрелил Сэм Ты жив Зачем Ведь на мне нет Красной кепки Как на всех наемниках Рад тебя видеть Братишка Пошли Нас ждет сокровище Погоди Погоди Сэм Куда нас несет В каком смысле Вся наша снаряга На дне Индийского океана Ничего Стащить Ничего У нас есть веревка И крюк Нам больше никогда Не надо было Против нас целая армия Ну Все это время Мы справлялись Мы с голыми руками Посреди джунглей Так в эти джунгли Мы и стремились попасть Мы с голыми руками Сзади меня висит только снайперка Ну послушай В порядке бреда Давай спустимся И хотя бы угоним себе лодку Лодка подождет Ты знаешь что у нас на кону? На кону Моя жизнь В данном случае Сэм это Бернс А Нейт это Старпом Если пойдем в эти джунгли И найдем Либерталию Ты тут Видел хоть какие-то следы Пиратской колонии Я вот точно нет Не познавато ли теперь сомневаться Нейт? Ну ты признай хотя бы Что замысел Эвери Организовать ту пиратскую утопию Вполне мог провалиться И вполне возможно Что мы зря тратим время На иллюзии Вместо того Чтобы искать реальный способ Тебя спасти Я намерен перерыть Весь остров по камушку Пока не найду сокровища Ясно? А ты Если совсем уж Не уверен в своих силах Можешь возвращаться домой Стоп-стоп-стоп Домой? Да Самое время для идиотской ссоры Ты сделаешься? Знаешь Чего мне стоило Доставить тебя сюда? А чего мне это стоило? А? 15 лет жизни Псу под хвост Это тут вообще не причем Правда? А я вот так не считаю Что? Сокровище Вот оно Под кустом Лежит Именно в этом месте Вот это совпадение Вот это поворот Все еще хочешь домой? Нет Ведь мы нашли Очередную Блять Картинку из камня Мы уже их Миллион нашли В этой игре И нашли еще одну И это Охуенно Впечатлило На Этана Дрейка Ладно Продолжение следует Что-нибудь Жмите Что-нибудь Пишите И все такое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok